О мошенниках, которые обманывают пенсионеров под ведом газовиков, Антон Соколов слышал и раньше, но никак не ожидал, что среди потерпевших окажется и его 79-летняя мать, Татьяна Чистякова. Женщина рассказала сыну, что к ней приходил молодой человек в фирменной одежде с надписью «ГАЗ» и представился сотрудником газовой службы. Показывал картинки, что газ – это очень опасно. Сообщил, что уже третий раз приходит, что во всем доме уже все установили, и только нас он застать не может, и вплоть до того, что если отказывается от установки, в следующий раз он придет с участковым, будет штраф до 30 тысяч рублей. Татьяна Чистякова – человек в Вологде известный. Ее произведения можно увидеть на выставках как всероссийского, так и регионального уровня. Однако продавец газовых анализаторов, видимо, был далек от мира искусства. На кухне заслуженной художницы России он установил обычный дымоулавливатель, взяв за него 7 тысяч рублей. Ну, посмотрел в интернете я, это обычный дымоулавливатель, реагирующий на дым. Все. Он приклеил его на двухсторонний скотч под газовой трубой, естественно, он ни на что и никуда, и на втором день он просто отвалился. Таких историй в Вологде множество, и чаще всего под удар попадают именно пенсионеры. Их проще всего обмануть. Угроза прийти с участковым очень часто фигурирует в подобных рассказах. В законе полиции четко прописано, чем заниматься участковым. Если некие люди ссылаются, что придут там с участковым, либо иными представителями органов внутренних дел, любой человек может обратиться в любой территориальный орган внутренних дел по месту жительства, либо непосредственно в своему участковому, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Если у сотрудника полиции есть какие-то вопросы, он придет сам, придет обозначить свою позицию и расскажет цель своего визита и представится. Все. Никаких других людей вместо себя посылать не будет. Сейчас в Вологде появились новые специализированные газовые компании. Их сотрудники развешивают на домах объявления о том, что будут проводиться инженерные работы по установке счетчиков и осмотру газового оборудования. В офисе такой компании нам пояснили, что их главная организация находится в Санкт-Петербурге. Работают напрямую от производителя газовых счетчиков. И именно счетчики и предлагают вологжанам. Однако жителей смущает цена устройства. Газовый кран, за который в других организациях просят примерно 200 рублей, здесь стоит в 10 раз выше. Вот расценки, это если устанавливаем счетчик. Здесь расценки не 2000 рублей, а 1000 рублей. Это если устанавливается счетчик. Если же счетчик не устанавливается, предлагается гражданам за 2000 рублей поменять данную подводку. Если человек не хочет, он может не менять. Его никто не заставляет. Это все как бы добровольно. Вы контракт заключаете и в этом случае, если просто кран выключаете? Нет. А зачем нам заключать контракт с ним? Оно сертифицировано. Сертификаты все есть. Мы выдаем квитанцию, что достаточно именно на это оборудование. Однако по закону каждый потребитель газа обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Вологжане имеют право сами выбирать организацию. Но если такого договора нет, основной поставщик голубого топлива «Газпром Межрегион Газ Вологда» имеет право прекратить поставки ресурса. Прежде чем допускать специалистов до газового оборудования, сначала проверите, с какой организацией у вас заключен договор на техническое обслуживание. И нуждаетесь ли вы в услугах мастеров сторонних организаций. То есть, если вы позволяете мастерам, организации, с которыми у вас не заключен договор, проводить манипуляции с вашим глазным оборудованием, то и ответственность за это также будет лежать на вас. Антон Соколов обманщика поймал лично и передал сотрудникам полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка. А чтобы уберечь Вологда от любых незапланированных трат, стоит напомнить простые правила. Не пускайте в свою квартиру незнакомых людей. А при появлении любых специалистов уточните информацию в той организации, чьими сотрудниками они представляются. Даже если в руках у визитеров есть удостоверение. Если что-то насторожило, лучше сразу вызвать полицию. Продолжение следует...